Наверняка каждый сталкивался с болями в шее, которые приносят немалый дискомфорт. К сожалению, мало кто обращает на эту боль внимание, ведь со временем пройдет. Не все догадываются, что начиная с 25 лет может развиться остеохондроз. Различает остеохондроз шейного, грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника. Сегодня мы разберем остеохондроз шейного отдела. Что такое остеохондроз и как он себя проявляет? Итак, все знают, что между позвонками находятся межпозвоночные диски. Образование фиброзных рещевых пластинок со студенистым ядром в центре. Находятся они, как уже понятно, между позвонками. Главная их функция – повышение устойчивости позвоночника к вертикальным нагрузкам. Они амортизируют любые сотрясения при движениях и, естественно, они также обеспечивают подвижность и гибкость позвоночного столба. Остеохондроз – это прогрессирующее заболевание, при котором поражаются как раз межпозвоночные диски. В результате этого недуга происходит деформация, истощение и последующее поражение позвонка. Да, это заболевание затрагивает не только межпозвоночный диск, но и сами позвонки. Также может дойти до смещений позвонков, что не является редкостью при данном заболевании. Причин появления остеохондроза не так мало. Неактивный сидячий образ жизни. Вес выше нормы. Неправильное развитие соединительной ткани. Травмы шейного отдела. Сколиоз, неправильная осанка. Генетика, неправильные подушки, матрас. Недостаток минеральных веществ, неподходящее питание. При остеохондрозе боль может отдаваться в ключицу и плечо, распространиться по всей шее, а также по всей поверхности грудной клетки. То, куда именно будет отдаваться боль, зависит от места поражения. На начальных этапах заболевания признаки незначительны. Но боли в шее под конец дня, ощущение тяжести в голове и головных болях в области затылка, легкое чувство онемения и покалывания в плечах и руках, хруст при наклоне и повороте шеи, мушки в глазах, легкие покачивания при ходьбе как признак потери координации, снижение слуха и шума. Все это уже можно считать звоночком для начала действий с вашей стороны. Остеохондроз, если его запустить и оставить без лечения, может привести к таким осложнениям, как выпячивание межпозвоночного диска с формированием грыжи, разрыв межпозвоночного диска и ущемление нервов и сосудов, сдавливание спинного мозга, формирование шипов на телах позвонков, остеофиты. Но все это можно предотвратить, если вовремя начать заниматься собой. Для начала стоит попробовать упражнения. Какие есть упражнения? Далее предоставлены упражнения, которые стоит выполнять каждый день, для того, чтобы предотвратить появление или развитие остеохондроза. Итак, первое упражнение. Опустите подбородок к шее. Голову нужно повернуть сначала 5 раз вправо, затем 5 раз влево. Второе упражнение. Приподнимите немного подбородок. Повторите то же самое, что и в предыдущем упражнении. Поверните голову сначала 5 раз вправо, затем 5 раз влево. Третье упражнение. Пытайтесь положить голову на плечо. Сначала 5 раз направо, после 5 раз налево. При этом плечи должны быть неподвижны. Работает только голова и шея. Четвертое упражнение. Голову держим прямо. Напрягаем мышцы шеи и, как бы преодолевая это созданное сопротивление, пытаемся опустить голову вниз, к еремной ямке. Макушку головы стараемся при этом тянуть назад. Пятое упражнение. Кладем ладонь на лоб. Надавливая ладонью, напрягаем мышцы шеи. Упражнение стоит выполнять 3 раза по 7 секунд. Шестое упражнение. Напрягаем мышцы шеи. Пробуем надавить левым виском на левую ладонь. После этого проделываем то же самое с правым виском и правой ладонью. Упражнение стоит выполнять 3 раза по 7 секунд. Седьмое упражнение. Подбородок держим прямо. Руки кладем на затылок. Затылком пробуем надавить на руки. Упражнение стоит выполнять 3 раза по 7 секунд. Восьмое упражнение. Руки, сцепленные в замок, подвести под подбородок. Надавливаем на руки подбородком. Выполнять рекомендуется 3 раза по 7 секунд. Данное упражнение рекомендуется выполнять каждый день. Через некоторое время вы почувствуете себя гораздо лучше. Боль будет постепенно отступать. Если вы понимаете, что состояние только ухудшается, незамедлительно обратитесь к врачу. Не забывайте, что за все здоровье отвечаете только вы сами. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!